За святую Русь помолюсь Вот это вот, моя любимая фотография Вот если ты помнишь, это выражение ежегодное Вот, это вишня Смотрим Уничтожение вишневых садов по всей расслуге Заслуга, говорю, учителей Я просто не выдержал Рядом с моими статьями, тут же в Яндексе Вот это вот Какой идиот придумал вот это вот Это не всё Я уже всё не буду У меня уже нервов не хватает При поднимании обвисших ветвей и побегов Необходимо, чтобы усилить рост растений Ну-ка подними Не видя деревьев Не знаю, какие они дают урожая Ни искалеченное дерево На котором ни одна ветка не отрезана Правильно? Вот А потом они так болеют Боже мой А потом начинается Появляются морозобойные Они же искалечены Ослаблены, мороз не держат Появляются морозобойные Берёте нож Начинаете зачищать Вот если бы не трогали Ещё есть раз Простиж Раз Кометь Наконец кометь заплыла Раны больше нет Ценнейшее свойство дерева Самолечение И надо уничтожить кометь И об этом толдычат Тысячи авторов И до сих пор Кроме меня Никто не вступился За кометь Следующая дурь В яблоне груш Сливы, аллычей И абрикоса Кольневая шейка Должна быть выше земли На 5-6 сантиметров А выше селестра На 4-5 Почему должна быть В природе Они все на уровне Почвы Почвы, да Я пишу Бог не знал И всё Дарвин не знал Представляете Вот Мой ответ Миллионы деревьев Деревья гибли 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 Совершенствуя У выживших Способность Идеального соотношения Корней кроны Так называемую Корневую шейку Корневая шейка На границе земля Воздух Природная Это означает Что Чуть закопал Вот настолько Заглубил Сгнивает Почему Потому что Вот этому кусочку Штамба Полагается быть Над землей Мороз держит Влагу не держит И наоборот Разве можно Чтобы корни торчали У корней Мороз стоят В два раза ниже Вместо 40 Минус 20 Это данная наука Кстати Я ничего не Выдумаю Нет Вот Как можно Чтобы 4-5 сантиметров Торчало Ну Ну как Бог не знал Представляете Они же Миллионы лет У меня сколько раз У меня есть Даже примеры Такие Я уже показывал Даже неудобно повторять Сажаю саженец Ну привитый Кривогат Горбинка Там то все Вбил Два кола Проходит 2-3 года Дерево все Выжило Прекрасно Растет Все обычно Рядом Колья Стоят Вот так Держатся За дерево Я выкапываю Специально Под землей Оббито Вот настолько же Обычно Ну там Сколько хватает сил Топором убиваешь Вот Ниже целая Высшая Естественно В воздухе Тем более целая Хоть сейчас Снова Укарачиваю Билой Снова А сгнила На границе Земля Возу Что такое Коррозия металлов Где говорят А ты металлов Ну тогда Вспомните Коррозию металлов А не знаете Ваше Кангл образования Про коррозию Человек Надо знать Это и есть Граница То есть До того Смешно Вот это все Читать А я Один воюю И все Так же Все Мне не любят Это А потом Иван Кольцов Пишет Пусть они Все правильно Там ниже Писло Я повторю История Рассудит Рассудила Смотрите Что делать Что делать Когда яблоки Глядят Прямо На дереве Дело В том Что Дальше Ну знаете Что советуют А что мы видим Внимание Мы видим Совершенно Больное Дерево Вот оно Опа Сейчас Вот Совершенно Больное Дерево Оно Умирает Это дерево Вот часть Больных Фруктов Гнилых Да Опрыскивать Это дерево Нельзя Его Прискивают Как Учат Просто Не имея Ни малейшего Понятия О грибах О том Что происходит В природе И о физиологии Дерева Да Вот Они думают Вот сейчас Посоветую Сам дурак И других Дуракам сделаю И мы будем Прискать 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 И больше Яблоки Полегче будет А это Одно Целое Организм В последней Стадии Умирания В последней Стадии Находится Дерево И фрукты Такие же Невозможно Все это Напрасно А как Они Примежают Чувствую Смерть Все это Опрыскивается Так Опрыскивается Что Огромное Количество Яда С дождями И с полем Или просто Падает на почву Там Уничтожаются Церви Грибы Бактерии И дерево Умирает Окончательно Или Если еще не Умирало Еще страшнее Будут Плоды Почему Потому что Дерево Не накормлено Оно Связь С землей Прекратилась И вот Это С умным Видом Столько Этих Развелось Сколько Их Я только Одно Беру Дерево Последний Дерево Дерево А вы А вы Дерево 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 Вот Вот Стало Их Иконы Вот Задним Виском Когда Покрывается Грибами Мертвец А дальше Пожалуйста Чтобы не допустить Гибель Урожая Необходимо Регулярно Проводить Профилактические Выпреди Если Дерево Уже Заражено Поздно Заниматься Это С ранней Виски До поздно Осенью Когда Яблоки Собраны А вы Есть Будете Ну И Наконец Я считаю Это Вообще Ужас Тихий Потому Что Они Без Этого Не Могут Ранней Виски И Осенью Нужно Обязательно Проведить Обрезку Яблок Осенью Обрезку Яблок Как Она Потом Не Будет Осенью Перед Зимой Зима Впереди Мороз Зимой Утепляете Окна Или Вместе С рамами Выставляете Так Делали Только В одном Случае Делали Когда Тараканов Вымораживали Из квартиры Откроют Все окна Двери Печку Не топят И уходят Баню Значевать Потому Что День Людям Тепло Тараканов Тепло Под лавкой За печкой Как Можно Обрезку Делать Осенью А потом Вот это Вот нам Показывание Это Какое Говорящее Название У этого Форума Называется Он Рукоделкино Рукоделкино Как Говорил Этот Терномылин Чешутся Руки Догадайте Где он Советовал Чесать А не Дать Для Садоводов Так Иван Александр Вы что Закрите Я Только Мужикам Подруга Жалуется Подруга Заметь Жалуется Вчера Пошла В этот дом Меня Трахнули Я Скал Уши Заткни Сегодня Пошла Опять В этот дом Представляешь Подруга Меня Соло Трахнули Завтра Снова Иду Вот Это Вот Деревья Бедные Несчастные Это Анекдот К теме Когда Это Надо Прекратить Не Калечи Дерево И не Будет Таких Плодов Самое Мокрое Самое Холодное Лето Надо По Везонте Обошли Полсотни Абрикосов Листья Фотографии Хоть Одно Пятнышко Плесени Не было Осенью А я Всегда Объектив Осенью На Некоторых Сортах Груш Яблон Появилась Парша Но Во-первых Они Уже И так Опадывать Должны Но Немножко Раньше Начали Портиться Что было То было Но Такого Гадости Такого Никогда Не было И быть Не могло Вот как Здесь А это Еще не Все Густые Густые кроны Провоцируют Заражение Монелиозом Да У меня Уже Слов Нет Нашли Причину Калечия Деревь Я Специально Взял Дело В том Что Это Отдельная Тема Коротко Теплица 16 Открытых Порточек И двери Открыты Еще на них Разбил Все Всех На двери Тоже Открыты Следов Она Отличается Тем Что Она Самая Раскрытая В мире Теплица То есть Ветер Гуляет Вдоль И поперек Так Абсолютно Все Целое Абсолютно Посадки Были Одно Одно Единственное Ну Ко созреванию Уже Листики Начинают Теплиц Однолетние Посадил Год Росли Абрезка Сильнейшая И на второй Год Уперлись В крышу И дали Первый урожай Вот И Раз уж Ну пусть У меня Кажется Лоскутная Лекция Чтобы не засыпали То одно То другое То другое Заметили Так вот Вот этот Персик Он Как все Прекрасно Рос Зачвел Великолепно Потом Начал Дохнуть В чем Разница Это все Сиенцы Этот Привед На абрикос И я сделал Различие Персик Это все Таки Субтропики Все Таки Персик Это не Ну пусть у меня Самые В мире А вот Абрикос Тепли Не может Даже Видя Подвое И этот Уже Свел И все Таки Он Поваленчику Еще Год И полностью Зачаг Я к чему Говорю Не пробуйте А такие Попытки Были Еще Не Намекаю Своих Друзей Вот А давай Кого Персик Абрикос Вырастим Теплицу Не Получится Только Южный Фрукт Вот этот Персик Абрикосы Должны Расти На воле А вот Попытки Александра Савельнич Нашли Хоть Одну Крапинку Нет Нет Вот Так Вот Вот А сейчас Этих Листьев Уже Нет Их Черес Вот Еще Раз Мы Там Видели Да Техника Обрезки Первая Вторая Неправильно Вот Это Оказывается Неправильно Вот Это Неправильно А вот Это Правильно Нанести Страшу Рану Правильно Вот Почему Я Это Указываю Потому Что Они Друг У Друга Передирают Я Этот Рисунок Видел В Несколько Десятках Изданий Думать Никто Не Собирается